Библия одна истолкований много. Где критерий понимания Священного Писания? Апостол Петр в своем послании пишет следующее. И долготерпение Господа нашего почитается спасением, как и возлюбленный брат наш Павел писал, по данным и премудрости, в своих посланиях, в которых есть нечто неудобово-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Но видим, что апостол Петр предупреждает о том, что Библия не толкует сама себя, как это утверждают некоторые последователи, читающие Священное Писание, и говорят о том, что соло-скриптура Библии достаточно. Оказывается, апостол Петр говорит, что в Библии есть места неудобово-разумительные. В частности, он говорит о послании апостола Павла, что в них есть нечто неудобово-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. И это вопрос не праздный. Это вопрос очень важный. Мы видим, что апостол Петр начинает такими словами. «Долготерпение Господа нашего, почитайте спасение». То есть, вопрос, стереологический вопрос о спасении человека. Поэтому неправильное понимание Священного Писания приводит к человека к неправильному исповеданию веры, к ложному исповеданию веры. Почему возникает такое неправильное толкование и неправильное понимание Священного Писания? Где ее истоки? Мы как-то об этом говорили. Уже есть целая лекция на библейском портале exegget.ru. Она называется «Раскол 1054 года», где мы видели, что отпадение с начала Рима от вселенского православия породило. Затем разные протестантские и неопротестантские группировки. Действительно, они взяли Библию из рук церкви и начали понимать ее по-своему. Почему же они не обратились к преданию, скажем, церкви? То есть, предание церкви – это Дух Святой, живущий в церкви. Это определенный комментарий. Дух Святой, живущий в церкви, с Дней Пятидесятницы. Почему они не обратились к преданию? Почему они, как мы слышим, при встрече с ними отвергают священное предание? То есть, по сути, Дух Святой. Они читают тексты Библии и понимают по-своему. Какие? Ну, например, отвергая священное предание, они приводят текст Евангелия от Марка, 7 глава, где сказано о том, что однажды книжники и фарисеи обвиняли учеников Спасителя, что они не следуют ритуалу и преданию человеческому. И Спаситель их за это осудил. Это Евангелие от Марка, 7 глава, 8-9 стих. Он говорит, как вы держите предание человеческого, отменяя заповедь Божию. То есть, здесь Спасителям осуждается предание человеческое. Но в Священном Писании есть и другие тексты, говорящие о священном предании. Например, апостол Павел в Первом Послании Коринфской Церкви пишет об этом. Следующее можно открыть и прочитать. Это послание, как я уже сказал, апостол Павла Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предание так, как я передал вам». Иногда люди, оппоненты и самотолкующие Священное Писание по-своему возражают и говорят, что это как раз 39 книг Ветхого Завета и 27 Нового. Не совсем так. В послании апостола Павла к Фессалоникийцам во Втором Послании апостол Павел пишет, пожалуйста, 2 глава, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Мы видим, что здесь есть три составляющие. Апостол Павел говорит «преданием», «словом» и «посланием». Что такое «посланием» наученное? Это то послание, которое мы с вами прочитали. Что такое слово? Можно сказать, что слово – это слово Божие. А что такое «предание», о котором говорит апостол Павел с греческого «парадосис»? Это Дух Святой, снова повторюсь, живущий в церкви, дающий возможность воспринимать Христа и Священное Писание, Божественное Откровение в присущем Ему свете, то есть в Духе Святом. Здесь же апостол Павел пишет в 3 главе 6 стихе, можно прочитать. «Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». То есть, есть предание Дух Святой, есть слово Слово Божие, есть послание и другие книги Священного Писания. И всего этого необходимо держаться. Поэтому я спрашиваю часто у него протестантов, у тех же баптистов, адвентистов и пятидесятников, «А как вы исполняете Слово Божие, вы говорите, что живете по Библии?» Когда вы не знаете о том, что такое предание, за которое апостол Павел хвалит, где он говорит, что вы им научены, и рекомендует отвращаться от всякого брата, который поступает не по преданию, который поступает не в Духе Святом, по сути, а на свое какое-то усмотрение, понимание Божественного Откровения. Это очень важный вопрос, снова повторю, непраздный вопрос, касается дела спасения души человека, понимания вопросов исповедания веры. Поэтому здесь есть над чем подумать. То есть, Священное Писание мы понимаем в свете предания. А где это предание? Часто спрашивают, что вы, какие-то апокрифы хотите приклеить или что-то? Нет. Например, я, наоборот, вопросом, ну, здесь можно ответить на вопрос, кто сказал, например, тем же баптистам и адвентистам, пятидесятникам, что Евангелие от Марка написал Марк? Там ничего такого нет. Евангелист Марк не начинает, не говорит о том, что я Евангелист Марк, пишу вам Евангелие. Нет. А кто вам сказал, что послание к евреям написано апостолом Павлом? Там тоже апостол Павел не подписывает это послание. И не говорит, я Павел, собственноручно, как он делает в других посланиях. Это сказала церковь. А вот Евангелие от Фомы, апокриф. Евангелие от Андрея, тоже апокриф. Церковь отвергла. Еще в третьем-четвертом веке. Когда она утверждала канон Священного Писания. Поэтому тот канон, уважаемые баптисты, адвентисты и прочие последователи, которые себя считают последователями реформаторского движения, вы приняли Священное Писание из рук Церкви. Церковь сохранила полноту Священного Писания. Если бы мы, как утверждают, хотели бы что-то исправить, мы бы исправили. Но мы сохранили так, как оно есть, как оно было с первых веков христианства. И утвердили. Церковь утвердили канон. Поэтому, что такое предание, предание это, где оно зафиксировано? Вот часто спрашивают. Оно зафиксировано у отцов и учителей Церкви. Все говорят, ну вот, не называйте отцами. Слушайте, ну давайте читать внимательно Священное Писание. В этом же послании апостола Павла Каринской Церкви сам себя называют отцом. А евангелист Иоанн во втором и третьем послании называет себя старцем. Но старцем не тем, которым придуманы человеческие предания, а старцем Божьим. А где апостол Павел называет себя отцом? Пожалуйста, 1 Коринфянам 4.15. Апостол Павел пишет. Много у вас наставников, проверите. Да, можно открыть тут, пожалуйста. Много, говорит, у вас наставников, но не все отцы. Я родил тебя благоставанием святым. Наставников много, отцов немного. Поэтому отцовство – это рождение от благовестия Христова. Апостол здесь говорит, я родил тебя, что он – отец. В этом смысле нужно сказать, что церковь давно определила, она еще задалась этим вопросом давным-давно. Еще на 5-м, 6-м Вселенском Соборе. Когда был определен критерий, то есть отцов и учителей церкви много. Учителей – это Тертулиан и другие отцы церкви. Афанасий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий и прочие. И церковь тоже определила, а где критерий. Вот один отец сказал, так, другой чуть по-другому. Было такое? Было. В частной переписке где-то не то, что отклонение было от исповедания, но могло показаться, вырув из контекста, те или иные слова, что это какое-то отклонение от исповедания веры. И тогда отцы церкви на соборе, напомню, что собор – это голос Святого Духа. Это не просто конференция или референдум, или какое-нибудь собрание. Да. А где об этом сказано? Деяние апостолов. Помните, когда зашел вопрос, 15 глава, принимать надо обрезываться или не надо, то было сделано 15 глава Деяния апостолов, 28 стих. Сказано о том, что они решили, как вопрос. Изволить Святому Духу и нам. И дальше идет определение. Поэтому собору мы не придумывали эту методику критерий истины. Все это нам дано с ней самых первоапостольской церкви. И мы этим руководствуемся. И вот это важно. Было определено тогда на соборе несколько отцов. И сказали, вот эти отцы – это будет критерий. По вопросам, как Бог творил этот мир. По вопросам церкви. Все вопросы, которые связаны с исповеданием веры, которые содержатся в Никео-Цареградском земле и вере. Это критерий исповедания веры. Потом сказали, вот три отца даже достаточно – Василий Великий, Григорий Богослов и Анна Златоуст. Вот если три везде об одном и том же говорят, толкуются еще на писание одинаково, то это будет учение церкви. Поэтому не надо нас иногда обвинять, что у Вас там столько всего этих книг. И как там в этом разобраться? И все говорили по-разному. Ничего подобного. Снова повторю, эти вопросы были еще решены на самой заре церкви. Когда она собирала соборы, отметала ложные учения, как раз предания человеческие. И утверждала, снова повторю, природа церкви, утверждать истину. Потому что церковь, как сказано, есть стол по утверждению истины. А не формировать, не протестовать. Утверждала истину. Это очень важно. Это очень важный вопрос. Поэтому предание – это не то, что мы придумали, снова повторю. То, что приняли и сохранили. От кого? От самого Христа. А Христос, он говорит, все, что видел у Отца. И Он говорит, пойду к Отцу Моему и пошлю вам Духа Святаго. Который наставит вас на всякую истину и напомнит все, что Я говорил вам. И далее обещает церкви своей. Сей я с вами во все дни до скончания века. Где Христос? Как Он может быть присутствовать до скончания века? Кому Он обещает эти слова? Своим апостолам. Мы уже говорили как-то в апостольской преемственности. Это вопрос очень важный. Что Христос сам себе избирает учеников. Помните, просто напомню. В Евангелии от Анна, 2 глава, 23-24 стих. Сказано. Многие уверовали, когда видели чудеса, которые Христос творил в Иерусалиме, уверовали во имя Его. Но Он не верял себя им. Кому Он себя верил? Апостолам. Евангелие от Марка, 3.13. Позвал к себе, кого сам хотел. И дальше перечисляются имена апостолов. Апостолы находились в День Пьедесятницы в Сеонской горнице. Русская Православная Церковь имеет от одного из них апостольскую преемственность. От апостола Андрея Первозванного. Говорил уже много раз, снова повторяю. Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл, 179. От апостола Андрея Первозванного. Поэтому мы очень хорошо знаем свою апостольскую преемственность. А через апостольскую преемственность передается благодать Святого Духа, которая способна рождать людей в жизнь вечную. Об этом апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею, 1 глава 6 стих. Своему преемнику, епископу. Возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Слушайте, ну надо быть все-таки людьми здравыми. Нельзя сказать, что Библию начали поменять в 16-17 веке. Баптизм 1609, адвентизм 1843-й, 1844-й, 50-й 1901. Да хотя бы просто рассудить здравым смыслом. Давайте посмотрим, а как раньше-то люди понимали Священное Писание. Неужели вы думаете, что эти люди думают, что они в 20 веке вылупились, а яйца курицы не учат? Ну надо быть все-таки последовательными. Нельзя же так огольно. А там, а кто проверил? Чаще всего люди просто не проверяют. Они пришли, их пригласили в ту или иную организацию, 50-никам, баптистам, адвентистам. Они даже не проверяли. Вы знаете, здесь действует такой принцип, как в советское время. Сказать, что все историческое прошлое – это плохое. То есть, мы наш, мы новый мир построим. Наверное, может быть, поэтому на сознание наших граждан ложится вот эта вот такая, ну, в общем-то, сектантская интерпретация. Это было темное прошлое, а мы теперь вас поведем в светлое будущее. Слушайте, проверьте, а настолько оно действительно было темным? Это прошлое. Неужели до вас вы думаете, ни в первом, ни в втором, ни в третьем, ни в десятом, ни в пятнадцатом веке не читали Священное Писание? И у нас есть отцы церкви, учителя церкви, комментаторы Священного Писания с первого, второго, третьего, четвертого, пятого века, седьмого, десятого и пятнадцатого и восемнадцатого. Свидетели, позвольствуют. Свидетели, да, Игнатий Бринчанинов, мученик Николай Варжанский, в 1921 году которого расстреляли, который вел полемику с многими баптистами. У него так и есть доброе исповедание, целое методическое пособие. Но здесь я бы хотел сказать следующее, что мы ведем эту полемику, и в частности, вот о предании Писания, мы видели здесь недоумение, видим сегодня. Не ради того, чтобы как-то упрекнуть или кого-то из них оттолкнуть, наоборот. Это еще одна попытка достучаться, дотянуться до сердец этих людей. Ну, проверьте вы. Ведь дело, снова повторю, непраздное. Спасение души человека. Да, это очень важно. Это очень, это самое важное второстепенно, потому что человек вне церкви спастись не может. Вне Христа спасения нет. В неправильном понимании Священного Писания это как испорченный навигатор. По испорченному навигатору в Царствие Божие не попасть. Потому что только церковь своей благодатью способна родить человека в жизнь вечную. Помните беседу Никодима, который приходил ко Христу? Что ему Спаситель сказал? Кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Божие. Поэтому во всех этих деноминациях неопротестантских, где нет апостольской преемственности, там люди рождаются только от воды. Только в покаянии. Но надо еще родиться от духа. Есть два составляющие. Это Слава Спасителя. Кто не родится, от воды и духа. Некоторые говорят, ну дух дышит где хочет, но на нас ходит. Да нет. Дух дышит с своей призывающей благодатью в единство церкви, с церковью. Призывающей благодатью. А во всей полноте и способен человека возродить к жизни вечной только во Христе, в своего церкви. Где Христос, как сказано в Послании Галат, Послании Колосиным 1.18, где Христос глава, а церковь у тела. Только соединившись в этом таинстве, человек способен родиться в жизнь вечную. Поэтому крещение – это рождение. Это очень важный вопрос. И это понимание Священного Писания, правильное понимание и столкование Священного Писания. Где, как, в Святом Предании. Снова повторю. Апостол Петр пишет о том, что есть нечто неудобное, разумительное. Предание, которое говорит Христос, Евангелие от Марка, которое часто показывают в аптистах, адвентистах, говорят, вот предания не нужны. Предания человеческие мы тоже отметаем. Но есть предания апостольские. Так всегда в Священном Писании. Есть предания человеческие, есть апостольские. Есть чаша бесовская, есть чаша евхаристическая. Есть церковь Христова, а есть сатанинское сборище. Есть иконы, святые изображения, а есть идольские изображения. Всегда есть это разделение. Нужно уметь. Как сказано апостол Павел, у апостола Павла, посланника евреям, чувства должны быть навыком научены к развлечению добра и зла. Приглашаем, приходите в церковь и увидите. Как сказано, придите и видите. Как благ Господь. Увидите. Появится это состояние благодать святого духа. И уже через приобщение, через приснение к церкви разум осветится. Ну, нельзя же так вот огульно. Вот там православный раз-два, все плохо. Да две тысячи лет мы читаем Священное Писание. Жирь, вы думаете, мы не видим тех текстов, которые вы там увидели по-своему, скажем так, отредактировали даже иногда. Не верите? Я не случайно это слово сейчас произнес. Вот, например, читал адвентистский тут перевод. Вот, слушайте, но это же редакция. Где негативно говорится, вот я слово повторю. Есть слово, греческое слово предание парадосис. Я думаю, что адвентисты более порядочные люди, честно. Есть слово парадосис. Где негативно говорится о предании, там дословно с Александрийского кодекса переведено. Да. Как вы держите предание человеческое? Предание, слово предание переведено в их переводе в заокском, который сделан дословно. А где положительно говорится, те тексты, которые я привел, «Стойте, братья, держитесь предание», которому научным словом или постанием нашим. Подменяйте слово предание. И сказано, «Стойте, братья, держитесь учением». Подождите. Вы же настаиваете на том, на буквальном понимании Священного Писания. И всегда обвиняйте церковь в том, что она неправильно делает какие-то переводы. Поэтому здесь надо перевод, контекст посмотреть, когда что-то так хочется под свои доктрины подстроить. Или сказано, «Отвращайтесь от всякого брата, поступающего не поистине». Слушайте, учение – это слово «дедаха», а истина Алэтея. Но там, в Александрийском кодексе, во всех этих случаях стоит слово «парадосис». Как так? Это что такое? Это же просто, в общем-то, хула на Духа Святого. Нельзя так действовать в Священном Писании. Ну, конечно, может быть, и другие переводы тоже можно проследить. Может быть, конечно, они подражают Мартину Лютеру, который вообще там под сомнение поставил целое послание. Послание апостола Иакова. Потому что не подходило под его концепцию веры, оправдание только по вере. Когда он дошел в переводе своем, там сказано, «Вера без дел мертва». Он сказал, «Ой, соломенное послание, неправильный апокриф». Выдрал целое послание из канона Священного Писания. Современные протестанты не настолько решительные люди. Но вот такие вот подтасовки есть, проверьте. И это лукавство. То есть, где негативно говорится, дословно переведено. А, значит, они знают эти тексты. И поэтому взяли и подредактировали. Соверните с Александрийским кодексом. Люди грамотные. И вы поймете, разве можно лгать? Это на самом деле ложь. А ведь все они стремятся говорить о большой правде. Зачем же говорить о большой правде с маленькой лжи? Редактируя тексты в своем понимании. Поэтому будем помнить, что Церковь Святая Соборная Апостольская сохранила Священное Писание. И сохранила правильное его понимание. Для того, чтобы человек руководствовался Священным Писанием в правильном понимании делом своего спасения. Как сказано, со страхом и трепетом совершайте дело вашего спасения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова